Друзья мои, всем салют, это я Романович. Сегодняшний смартфон уникален сразу тремя вещами. Первое, здесь встроенная колонка. Второе, здесь есть подсветка, такая магия своеобразная создается, то есть кольцевая лампа, вот что-то такое, по крайней мере, на картинке выглядело. И третий момент, это то, что за этот смарт этим летом, по-моему, в начале этого лета, просили всего лишь в районе там 80-90 баксов, что-то где-то примерно так. В момент его мировой премьеры, да, это было буквально, я не знаю, там 2-3 часа, но люди успели приобрести, я сейчас зашел в отзывы, посмотрел, действительно пишут, что за 7500 рублей взял, там за 7800, где-то примерно так. Сегодня подробно разберем и самое главное, разыграем один абсолютно новый, запечатанный в блистере, уедет к вам. Как вы видите, коробку я уже вскрыл, ну то есть буквально там щелочку такую сделал, посмотрел, что ко мне приехало, я не понимал, без опознавательных знаков здесь вся эта история была, все, больше я не распаковывал, еще ничего не смотрел, все девайсы запечатаны. Давайте сразу, да, не отходя от кассы, по поводу розыгрыша. Условия будут максимально просты, но есть одно но, сейчас вы обязательно о нем узнаете. Значит, подписка на канал, я думаю, все вы уже подписаны, кто не подписан, подписывайтесь, значит, лайк под этим роликом и третье, комментарий, каким девайсом в данный момент вы сейчас пользуетесь и почему вам нужна конкретно эта мобила, чем он вас зацепил. И теперь вот то самое но, о котором я вам сказал. Как только, как только, нет, за две недели, если мы с вами набираем под этим роликом всего лишь 3,5 тысячи лайков, 3,5 тысячи лайков, это реально подъемные для вас цифры, то мы разыгрываем. Если нет, этот девайс отправляется на браколку, там, не знаю, на авито еще куда-то, нам много чего еще нужно на канал купить. Один телефон сразу убираю прямо сюда в коробку, он ваш, вот этот вот девайс сегодня будет на обзоре. Значит, станцию для зарядки прислали, прикольно. Это, я насколько понимаю, все отдельно вы в комплекте сможете приобрести. Да, есть здесь станция специальная для зарядки. Сам девайс стоит в данный момент 19 777 рублей. Сейчас на него скидка, потом будет дороже после распродажа, в данный момент идет распродажа, вот написано. Осталось еще 3 дня. Значит, если мы заходим вместе с этой док-станцией зарядной, то выходит уже практически 23 тысячи рублей. Ну, хотя не практически, короче, ровно, плюс трешка прилипает, если вы все-таки надумали себе вот такую вот док-станцию. Прикольно, слушайте, ну, не знаю, за 3 тысячи рублей надо будет еще подумать, посмотреть. По сути, это ее главная функция, чисто заряжать девайс. Больше никаких здесь, ну, или подставка еще. Больше, вроде, никакого функционала здесь нет. Кабель к нему в комплекте. Ну, и классика для улефона, они абсолютно для всех девайсов делают. Это даже не сказать, что защитный кейс. Это получается такая штуковина, которая позволяет вам неубиваемый девайс куда-то крепить. Значит, что интересного по самому девайсу? Кроме встроенного динамика, встроенной этой колонки и подсветки. Давайте смотреть. Здесь у нас указаны абсолютно все спеки, насколько я понимаю. Полная защита от воды, военный стандарт защиты, это все понятно. Тот самый динамик, написано 122 децибела он выдает. Неплохо достаточно. Есть возможность управлять девайсами с помощью их порта. То есть здесь он встроенный. Блин, опять же, достижение, да? Я на самом деле думал, что у неубиваемых девайсов по умолчанию делают. Видать, не делают. Потому что я в целом этой штукой не пользуюсь. Helio G99, это очень хорошо. Вот это вот очень хорошо, в пределах 20 тысяч рублей получить Helio G99 на такого рода девайсе. Это реально прям-таки добренько. 8 гигов оперативы, также 8 гигов сверху можно догрузить. 256 гигабайт накопитель. 6,58 дюйма Full HD Plus разрешение. 120 герц, это уже хорошо. 64-мегапиксельная камера основная. Между прочим, кстати, модуль стоит от Sony. Если меня не изменяет память, Sony IMX 686. Плюс 24 мегапикселя у нас здесь ночное видение. 9600 мАч батарейка. Через Type-C заряжается. Причем важно, Type-C с двух сторон. Круто. Здесь хороши. И зарядка. Вот здесь вот на самом деле барабанная дробь. Зарядонька на 33 ватта. Ну, слушайте, 33 ватта, это в целом тоже неплохо. Да, хотелось бы хотя бы, чтобы 45 ватта была. Ну, 33 ватта, ну, наверное, за часа 2,5, да? За часа 2,5, ближе к 3, возможно, да? 2,5, да, наверное, должны уложиться. Зарядитесь. Внешка. Слушайте, ну здесь, в целом, да, если не взирать вот на этот блок, она узнаваемая. Она улефоновская, она стандартная. Здесь у нас ребро, кстати, ну, в смысле, ребристая поверхность. Кстати, сзади прорезиненная крышка. Это хорошо. Это не пластик, это резина. Приятно ощущается в руках. Металлические торцы, это все понятно. И вот он, тот самый динамик. Тот самый динамик. По-моему, 3 или 3,5 ватта здесь обещали. Вот она подсветка, которая у нас должна создавать атмосферу. Камеры. Толщина девайса на самом деле немаленькая. Но, опять же, если мы берем неубиваемые телефоны, 9600 мАч батарейка. В целом, толщина она такая у всех плюс-минус имеется. По симкам. Что у нас здесь по симкам? О, отлично. Вообще отлично. То есть и флэху можете зарядить, и спокойно две симки поставить. Аккуратненько срываем покров. И приступаем к тестам. Ну что, друзья мои, возвращаюсь к вам. Погонял я этого лысого. Вы видите, я немного еще успел за это время и посвежать. Так скажу, что аппарат шустрый, аппарат бодрый. В пределах двадцатки для неубиваемого девайса это прям очень хорошо. 120 Гц отрабатывает как надо. Действительно, очень прикольная фишка в встроенной колонке. Громко играет. Мы с вами еще послушаем. Но прям сразу могу сказать с места в карьер, что играет громко. Действительно, это не похоже на обычные телефоны. Подсветка всевозможная переливается. Короче, прикольная тема. И давайте, наверное, уже будем говорить подробнее. Начнем с дисплея. Здесь у нас, напоминаю, Full HD. По яркости в данный момент сейчас выкручено все на максы. И удивление о боге, здесь все прекрасно видно. Даже на улице выходишь в погожий денечек, тебе все хорошо видно. Опять же, на уровне IPS, я говорю. Да, эта самолетка не конкурирует. На уровне IPS. Короче, я удивился, что в неубиваемый кирпич, вот в такого рода девайс, поставили, наконец-таки, нормальную IPS. То есть, это уровень, опять же, какого-нибудь там Infinix Note 30. Ну и все вот эти девайсы, которые сейчас выходят в пределах двадцатки на IPS. Здесь улефон красавцы. Наконец-то дождались, как говорится. Так, значит, дальше у нас с вами 120 Гц. Есть принудиловка. Есть у нас, получается, 90 Гц. Есть динамическое обновление. И есть стандарт. Это 60 Гц. То есть, опять же, вот на любой вкус и цвет, 60, 90, 120 или динамический, здесь вы можете воскнуть. Китайцы вам дают такую возможность. Как работают эти 120 Гц? Ну, давайте проверим, я не знаю. Ну, окей. Начнем с Озона. Озон, ну, это 120 Гц. Это реально 120 Гц. Это максимально плавно, это очень хорошо. Здесь вообще никаких вопросов даже не может быть. Идем дальше. Не знаю, что еще у нас может быть. ВК? Логично. Ага, подождите. Вот я отвечал подписчику. Заходим на главную страницу. В ленту. Тоже прекрасно, 120 Гц работает. Окей, YouTube. То, что 120 Гц работает. Никаких вопросов здесь по быстродействию у меня нет. Значит, по железяке. Helio G99, я вам уже все это дело говорил. Во многом за счет Helio G99 настолько плавная работа. Так хорошо 120 Гц скрываются. Другие процессоры 120 Гц раскрывают. Несколько хуже. То есть, я имею ввиду от Mediatek, бюджетные процессоры. Здесь все хорошо. Значит, 368 тысяч попугаев набираем в Antutu. По СИПУ порядок. То есть, буквально где-то там на ближайшие три года. Вы никаких проблем знать не будете. Опять же, в рамках этого ценового сегмента, в рамках этого бюджета по GPU тоже все хорошо. 85 тысяч набирает. Это означает, что World War Heroes вы спокойно сможете запустить. Даже поставить высокие настройки, высокий FPS, настройки графики, высокий FPS. И будете где-то плюс-минус там на 70-80 кадрах играть. Если поставите середину, то спокойно будете на 90 катать. Все остальные игрушки, вот эти вот шутаны, Call of Duty, что там еще, можно сюда Stand of 2 занести. Тоже будете нормально катать. Ну и, наконец-таки, Genshin Impact на низких настройках, 60 FPS, все будет прекрасно. На средних настройках надо ставить 30 FPS. Короче, даже этот кирпич на Helio G99 может запускать серьезные игрушки. И на самом деле в ус не дует. Оболочка. Насколько здесь хорошо китайцы потрудились с переводом? Да они вообще хер забили. То есть, если честно говорить, они просто забили огромный вот такой вот хер. Но с другой стороны, у меня настолько уже иммунитет. Я просто всю эту историю не замечаю. Ну, то есть, типа, ну можно наткнуться, да, на такие штуки, как там, Infine Hello. Да, ну, типа, можно было перевести там, как, я не знаю, подсветка. Внешняя там подсветка или что-то такое. Можно было, китайцам это не надо. Сканер отпечатка пальцев. Он встроен здесь в бочину, в торец, в клавишу включения. Работает, не могу сказать, что молниеносно, но он не ошибается. То есть, смотрите, я палец приставил, разблокировал. Да, есть небольшая пауза перед тем, как разблокировать. Но, опять же, это в рамках допустимого. Камера. 64 мегапикселя. Давайте начнем именно с них. Значит, вот они родненькие. Приближаем, кропим, кропим, кропим. И видим, что, елка, прям-таки хорошо получается. То есть, для неубиваемого девайса 64 мегапикселя здесь реально мастхед. Что касается в целом, по поводу обычных фото, я вам так скажу, что в этом ценовом сегменте с такого рода девайсами крайне редко чудеса встречаются. И это не тот случай. Простенько, бюджетненько. Иногда, да, что-то выпадает неплохо. Это такое, типа, о, хорошо. Но потом смотришь на остальную массу фотографий и понимаешь, где ты находишься. Еще нас здесь китайцы пытались привлечь, завлечь камерой ночного видения. Вот давайте ее я вам покажу. Чтобы вы понимали, насколько в кромешной темноте сейчас будет происходить тест. Вот я вам сделал небольшой подсъем. Ну, то есть, это вот настолько темно. Это настолько темно, что вот там находится мой комп, а вы его вообще даже близко не видите. Ну, Коля, я уже заговорил про рабочее место. Вот таким образом оно выглядит в темноте. То есть, мы здесь с вами прям реально можно... Вот сейчас мне хоть в глаз, Кали, я вот этот телефон не вижу. Это мой Poco X3. Шублиц с фокусом на Туре. Опа! Все, точно, понял. Теперь здесь по тапу надо. Вот по тапу он нормально ориентируется, короче. Но то, как ночная камера здесь вывозит, камера ночного видения, это, конечно, просто загляденье. Слушайте, вот этот шкаф, опять же, я вижу его ореол, какие-то очертания, но я не вижу, что на нем лежит. Здесь я вижу всю свою батарею. Ну и на десерт я ставил самую главную фишку этого аппарата. Звук. Динамик. Встроенная колонка. По-разному можно называть. Давайте смотреть. Точнее, слушать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну блин, ну когда вы заявляете, что у вас вот такой вот динамик. Ну блин, ну давайте будем делать хоть как-то. Ну хотя бы на полшишечки сделаем, чтобы вот этот динамик своим внешним видом пугал, а еще и потом на деле что-то доказывал. Здесь, ну вот прям вот, блядь, разбег на такой рубль, как был еще в 2013-м, блядь. А удар, блядь, как на рубль раз в 2023-м по сотке. По музыке мимо кассы. Музыку не надо здесь слушать. Ну можно, но не стоит. Где стоит его использовать? Привет, с вами Гир. 1943 год. Испания. Обычно рыбак плыл себе спокойно вдоль побережья в поисках стаи сардин. Внезапно он увидел качающееся на волнах тело в ярко-желтом спасательном жилете. Это оказался труп английского офицера. Труп уже был на стадии разложения. Это классно же прям. Это прям очень классно. Я когда вот первый раз видос посмотрел, особенно потому что вот с таким профессиональным звуком, это прям вообще превосходно. То есть он нагнет вот все, что есть вообще. Там не важно даже, какого ценового сегмента, он нагнет. Очень классно. То есть видосы здесь, кино смотреть, одно удовольствие. А теперь у нас будет подсветка. Тот самый, как он назывался, InFind Hello. Заходим сюда, ну и собственно говоря она активируется. Буквально вот таким вот тумблерочком. Здесь 7 пяди во лбу не надо иметь. Есть режимы, настройки. Опять же, учитывая, что здесь все на английском, как бы не надо этого пугаться. Вообще все понятно интуитивно. То есть есть пати, есть классический вариант, есть диджей, есть ритм, есть counterclockwise. То есть есть еще вот такой вот, а, ну типа это часы имитируется. Ну и соответственно у нас с этой стороны все это, вся эта история дублируется. Подсветка разъем. Я честно скажу, что за вот этот вот день использования, сутки правильно сказать использования, подсветка меня прям приятно удивила. Значит уведомления вам приходят. Ну здесь опять же есть возможность поставить уведомления. Если не хотите, можете не ставить. Уведомления причем можно настраивать. Какие приложения конкретно будут тебе прилетать уведомления, и что у тебя будет там подсвечиваться. Определенный цвет на каждое приложение не удастся поставить, сразу вам скажу. Но в целом выбрать какие приложения будут здесь отсвечивать, можно. Ну и собственно говоря, когда ты заряжаешь девайс, тоже здесь у нас вся эта история подсвечивается. Финал. Но для начала один важный момент по поводу GPS. Что-то вообще ничего не сказал. То есть вот этот в ритме обзора улетел. А GPS протестил и сказал, а там важно сказать. На самом деле не сильно он меня порадовал. То есть другие девайсы чуть были поинтереснее в плане GPS. Нет, он поймал спутники. Значит у него было в использовании около 20, в поле зрения 38. Это все было, все прекрасно. Но очень медленно вся эта история происходила. То есть холодный старт не быстрый. Хотя при всем при этом на карте он тебя хорошо отслеживает. Может быть если ты заедешь какие-то... Меня, простите меня. Может быть там будет немножечко херово. Поэтому как бы я обязан вас предупредить, что GPS здесь не самое лучшее. Другие девайсы, в том числе от Ulefone, который мы с вами тестили, там было в поле зрения спутников, что-то там по-моему доходило до 48-46. То есть ну куда-то за 40 переваливало. И в использовании было чуть побольше. И старт был быстрее. Вот такая вот здесь история по поводу GPS. Но в целом, понятное дело, GPS вам здесь хватит. Все он нормально ловит, функционирует. Что касается в целом по поводу девайса. Интересный однозначно аппарат. Особенно для ценителей большой батарейки 9600 мАч. Ну или вообще кто что-то ищет себе в пределах там 10 тысяч мАч. Особенно зайдет для ценителей неубиваемых девайсов. Там IP68, IP69K защита, военный стандарт. Короче, кто вот этот вот поклонник всего этого, однозначно аппарат к рассмотрению стоит. Здесь есть все, что нужно. Вот реально все и работает шустро. И дисплей приятный, и в руке лежит хорошо. И вот эти вот всевозможные фишки, уведомлялки есть. С подсветкой. Как-то вот повеселее, да, чем обычный кирпичик. И есть, как не крутить динамик. Фильмицы точно на рыбалке пойдет ценить, я вам говорю. Ну или где вы там едете. Может быть кто-то там дальнобои какие-нибудь, да. На дальняк едут. Тоже классно, когда у тебя есть телефон, с которого можно посмотреть прям за рулем что-то. Хотя особо засматриваться не стоит. Но зато динамик хороший. Слушай за то, как хорошо можно, да. Можно не смотреть, а слушать будешь прям конкретно. Ссылка будет в описании под видосом. Уловите акцию, ловите хорошую цену. До двадцатки. Машина интересная. Машина хорошая. Ну у меня на этом сегодня и все. Участвуйте в розыгрыше. Да, между прочим, абсолютно новый аппарат может уехать к вам. И вы можете стать владельцем всей этой красоты. Пишите ваше мнение в комментариях. Тоже интересно будет почитать. Ну и подписывайтесь на канал. Все, давайте красавцы. Пока.